Итак, друзья, мы с вами продолжаем. В предыдущем уроке мы с вами, напомню, создали миграцию, выполнили ее, и в результате у нас появилась наша таблица News, ну и дополнительно появились прочие таблицы, которые были созданы на основе миграции самого Django. Самого Django, да? Ну и, коль у нас есть модель для работы с самими данными, то неплохо было бы поработать с этими самыми данными, поскольку у нас данных-то в таблице нет, таблица у нас, как видим, пуста. Давайте, значит, лучше обновим. Да, действительно так, она у нас пуста, в ней данных нет, пока что мы ничего не добавляли. Эти данные мы можем добавить уже через админку. Все, что нам нужно сделать, это создать пользователя для админки, пока что его тоже у нас нет, это будет суперпользователь, то есть пользователь, который обладает всеми правами, и, соответственно, он может работать в админке. Но пока что мы этого делать не будем, пока что мы узнаем, как работать с консолью Django и добавлять данные из консоли. Для чего это нужно? Для того, чтобы потренироваться работать с API для работы с моделями. У Django есть свое API для работы с моделями, есть ORM. Ну и если говорить вкратце о том, что такое вообще ORM, это аббревиатура, стандартная аббревиатура, которая расшифровывается как Object Relation Mapping, по-моему, так и расшифровывается. Судья заключается в том, что для работы с данными используется объектная модель. Это значит, что каждая запись, в данном случае в таблице News, либо в любой другой таблице, она будет представлять из себя объект. Таких записей у нас может быть много, то есть одна запись, одна строка, и, соответственно, каждая из этих записей – это объект. И работаем мы с записями как с объектами. Когда мы достаем записи, когда мы сохраняем записи, мы работаем именно с объектами. И у этих объектов есть свойства, либо атрибуты, которые являются теми самыми полями нашей модели, которые мы указывали в предыдущем уроке, и, соответственно, аналогичные им поля в таблице. То есть, когда мы достаем объект, по сути, одну запись, то у нее будет свойства ID, Title, Content, ну и так далее, к которым мы можем обратиться и получить данные из полей этого объекта. Либо, если мы достаем более чем одну запись, тогда у нас будет список объектов, у нас будет специальный набор, чуть позже мы его увидим. Ну и, соответственно, в цикле мы можем пройтись по этому набору и обратиться к каждому конкретному объекту и получить работу с каждой конкретной записью. Все это мы можем сделать, как я сказал, с помощью уже встроенной в Django ORM. И она действительно великолепна для того, чтобы работать с данными. В базе данных вам, ну, по сути, даже не нужно знать язык запросов SQL. Поскольку в Django ORM, ну, позволяет решить практически любую задачу. Ну, 99%, наверное, точно. Ну, и если вам все же нужно написать какой-то сложный SQL-запрос, то Django предлагает также и нативные возможности для работы с SQL. Чуть позже мы их также увидим. Итак, как же протестировать API для работы с данными модели? Сделать это можно через специальную консоль Django. И консоль Django фактически является знакомой нам командной средой Python. Ту самую, которую мы, когда открываем терминал, набираем там команду Python, и у нас открывается интерактивная оболочка, интерактивная командная среда Python, где мы можем писать код на языке Python. Так вот, консоль Django – это, по сути, та же самая интерактивная консоль Python. Разница в том, что в состав путей поиска модулей консоли Django добавлен путь к папке проекта. Это значит, что мы можем работать с нашим проектом, все будет видно в этой консоли. Давайте попробуем ее открыть. Для этого перейдите в папку нашего проекта. И для того, чтобы открыть эту консоль, нам нужно выполнить команду, обратиться к нашему manage.py файлу, скрипту, да, и выполнить команду shell. Собственно, все. Вот мы видим, что у нас запустилась очень похожая на Python оболочка, командная среда, да, и здесь мы можем уже писать наш код. Для того, чтобы работать с моделью, понятное дело, нам нужно ее импортировать. Давайте это сделаем. Значит, модель у нас находится в нашем приложении News, поэтому импортируем оттуда. From News Models Import и импортируем модель News. Обращайте внимание на регистр. Модель у нас принято называть в верхнем регистре. Так, вот, собственно, вот она у нас, да, вот. И мы будем работать с ней. Также вы можете, собственно, активировать, если вы работаете в другом редакторе, вы можете в консоли, в командной строке активировать виртуальное окружение и там запустить ту же самую команду и добраться до той же самой консоли. Окей. Значит, давайте пробуем записать данные в таблицу. Запись модели создаётся вызовом ее конструктора, то есть конструктора News, и передачей в этот самый конструктор именованных параметров, соответствующих атрибутам модели. Давайте взглянем на то, какие параметры нужно передавать. Значит, у нас предполагается поле Title, которое должно быть обязательным. Как вы помните, все поля являются обязательными к заполнению. У нас предполагается поле Content, но оно не обязательно. Здесь мы поставили Blank True. Атрибут – это значит, что данное поле является… можно не заполнять. Далее, поле Created Add мы никак не трогаем. При создании записи единоразово это поле будет заполнено. Поле Updated Add – это поле будет заполнено при создании записи и при каждом ее обновлении. Поле, то есть вот эти вот поля мы уже не трогаем. Поле Photo – сюда мы можем загружать картинку. Но понятно, что это будет обычная строка к загруженной картинке, к загруженному файлу изображения. Но понятно, что загружать из консоли мы все это дело не будем. И пока что здесь никак не будем трогать это поле. Несмотря на то, что мы здесь не поставили Blank True, это поле является обязательным. Но когда мы напрямую работаем из консоли с моделью, то мы можем его не заполнять и все должно срабатывать. То есть Django будет сам формировать SQL-запрос. Мы даже, наверное, посмотрим на него. И там будет пустая строка, что, в общем-то, тоже является значением. То есть пустая строка в SQL – это тоже, как и в любом языке программирования, это все же значение. Это не null, это не отсутствие значения. Пустая строка – это тоже какое-то значение. Но мы трогать не будем, а чуть позже немножко поменяем. Для того, чтобы из админки можно было загружать, либо не загружать по желанию фотографию, мы сюда поставим Blank True и посмотрим, что это нам даст. Ну и поле из Published тоже заполнять не обязательно. По дефолту это будет значение True, то есть в базе данных будет сохранена единичка. Либо можем поставить False и там будет нолик. По факту нам нужно будет заполнять только Title и Content, а все прочие поля заполнять не будем. Тогда будут записываться пустые строки, ну а сюда вот сюда пустая строка, а сюда True, а сюда текущие даты и время. Ну что же, давайте попробуем. Как я сказал, нам необходимо вызвать конструктор нашей модели. Давайте так и поступим. News и передать в него, ой, вот так вот, News и передать в него именованные аргументы, в данном случае это будет Title, который будет равен, скажем, новость 1, я сюда запишу, новость 1, и Content, который будет равен, пусть это будет у нас Content, новости 1. Окей. Давайте мы нажмем Enter, и в результате мы видим вот такую вот картину. News, News Object, None. Если мы посмотрим, заглянем в нашу табличку, обновим, то мы увидим, что данные у нас не добавились. Почему так происходит? Потому что эти данные нужно сохранить. Сейчас мы просто как бы заполнили конструктор данными, но мы их не выгрузили в таблицу, мы их не сохранили. За сохранение данных отвечает специальный метод модели, это метод Save. И здесь на что стоит обратить внимание, на то, что модели по умолчанию в Django являются ленивыми. Что значит ленивыми? Это значит, что мы можем как-то формировать эскилл запрос с помощью API моделей, мы можем в несколько строк кода это делать, то есть в одной строчке цепочку методов вызвать, во второй строчке цепочку методов, и с каждой строкой ничего происходить не будет до тех пор, пока мы не запустим этот запрос на исполнение. В случае записи данных это делать с помощью метода Save. В случае чтения данных это делать в момент запроса этих самых данных. То есть сами запросы по себе не выполняются. Они выполняются только тогда, когда нужен результат этого запроса. В данном случае нам нужно сохранить эти данные, поэтому давайте мы создадим некую переменную, news1 допустим, присвоим ей результат предыдущего выражения. В консоли это можно сделать с помощью специальной всегда переменной, вот такое вот нижнее подчеркивание, в которой хранится предыдущий результат. И в данном случае в news1 у нас, если мы выведем, у нас будет этот самый объект. None это номер объекта, это вот тот самый айдишник, которого пока что у нас нет и его не будет до тех пор, пока запись не будет сохранена. Айдишник, как вы помните, назначается автоматически. Но вот все свойства, например, news title у нас есть, так, news title. А, news1. Вот, news1 title. Вот, у нас есть новость1. Так же само у нас есть и news content. Можем в этом убедиться, распечатывая, я этого делать уже не буду, но если мы попытаемся обратиться к newsid, то вот видим, ничего у нас такого пока что нет. Давайте сохраним эту запись с помощью метода save. Опять написал news, news1, конечно же. С помощью метода save и попробуем снова-таки обратиться к полю id. И увидим здесь единичка. Это значит, что Django успешно сохранил эту запись, этот объект, в базу данных, в табличку, и вот айдишник этой записи. Это единичка. Если мы обновим эту таблицу, то увидим, что вот у нас запись была успешно сохранена. Поле created add и updated add было заполнено текущими датой и временем на момент публикации. Из publish у нас true, это единичка, приводится. Ну и title content, то, что мы указали, фото. Здесь пустая строка. Для того, чтобы убедиться, что это действительно пустая строка, мы можем посмотреть выполненные запросы. Для этого нам нужно из модуля DjangoDB импортировать connection или connections, я не помню точно. Connection, да. И посмотреть его свойства connection queries. Connection queries представляет из себя список словарей с двумя ключами. Это SQL и это time. SQL это выполненный SQL запрос. Time это время, которое потребовалось на его выполнение. Вот мы видим, как у нас вставляются данные, insert into табличка, поля, которые есть в этой таблице и значения. Как видим, в поле фото была вставлена пустая строка в качестве значения. Окей. Также у news1 объекта у нас появилось такое интересное свойство, как pk, которое равно тому же, что и свойство id. Единички. В Django многие вещи работают на уровне соглашений, на уровне конвенций. То есть это такие прописанные, скажем так, это не требования, это просто рекомендации, как именовать то или иное выражение, допустим, кто и тот или иной метод в модели. И в том числе вот есть такое свойство pk, это сокращение от primary key, первичный ключ. И это то, как мы можем обращаться к полю первичного ключа, которое у нас называется id, но в Django к нему можно обратиться также через вот такое вот универсальное свойство pk, которое доступно поддерживается всеми моделями и хранит значение ключевого поля записи. Ну и доступно сразу же после сохранения записи. Хорошо, давайте попробуем сохранить еще одну запись. Для этого давайте поднимемся вверх. Вот и здесь давайте сразу в news 2 запишем еще одну новость. Новость 2 и контент новости 2. Enter. Можем сейчас вывести connection queries, выполненный запрос. Увидим, у нас там по-прежнему первый запрос. Второго на создание второй новости у нас нет. Как вы помните, модели в Django ленивы. То есть они не выполняют запрос до тех пор, пока это действительно не нужно будет. Теперь нам это нужно. Мы выполняем, вызываем метод save. Ну и теперь у нас в connection queries появился еще один запрос на сохранение второй записи. Хорошо. Таким образом мы сохранили с вами запись. Давайте мы очистим консоль немножко. Это первый вариант добавления записи. Есть еще один вариант добавления записи. Делается это вот так вот. Мы можем вызвать без параметров нашу модель. Вот так. И дальше заполнить ее параметрами. News 3. Title свойства. И мы говорим, что это у нас будет новость 3. Ну, власть. Вот так. И News 3. Content. Это у нас будет контент новости 3. Контент новости 3. News 3. Save. Запись у нас сохранена. Можем посмотреть ее в таблице. Здесь уже две новых записи будет добавлено. И все хорошо. Это второй вариант добавления записи. Также есть еще один вариант. И для добавления записи мы можем использовать такой атрибут класса, как Objects. Данный атрибут хранит диспетчер записей и позволяет манипулировать записями модели. Через этот диспетчер мы можем не только сохранять записи, но и получать их оттуда. Данный диспетчер является экземпляром специального класса. Этот класс называется Manager. Ну и давайте пробуем использовать его. News 4. Давайте у нас будет. И обращаемся к News. Далее к Objects. Атрибуту. И используем специальный метод, который называется Create. И здесь указываем. Title. Ой. Не так. Вот так. Title равняется у нас новости 4. И контент у нас равняется контент новости 4. После нажатия Enter запись будет автоматически сохранена. Нам не нужно вызывать метод Save. Мы можем в этом убедиться. Если обратимся к свойству PK, здесь мы увидим айдишник новой добавленной записи. Вот она. Так. Вот здесь вот я ошибся. И заодно давайте я покажу, как обновлять запись. Хотя нет. Я чуть позже это сделаю. Мы сейчас можем это сделать, но я чуть позже все же это сделаю. Поскольку мы еще не знаем, как получать эти записи. Для того, чтобы обновить какую-то запись, неплохо было бы ее получить. Хорошо. С методом Create диспетчера записи мы познакомились. Еще раз. Данный метод создает запись и сразу же возвращает ее. Кстати, давайте посмотрим, как он ее возвращает. Давайте мы сделаем вот так вот, без сохранения. Сейчас возвращается результат в переменную News 4. Но если мы этого не сделаем, а создадим какую-нибудь новость. Пусть это будет... Новость 5, да? Я уже не буду переключаться между кириллицей. News 5 сделаю так вот. News 5 content. Нажимаю Enter. И вот здесь мы видим, раньше у нас здесь было None. Теперь вот у нас ID сохраненной записи. Значит, здесь у нас указывается на наше приложение. И вот он здесь вот так вот специфически пока что представлен наш объект. News Object 5. Если бы мы зашли сейчас в админку, то мы бы там в управлении записями новостей мы бы увидели примерно такую же картину. News Object 5. Как это поправить, мы с вами чуть позже узнаем. И делается достаточно просто. Достаточно написать один метод в нашей модели. На этом пока что текущий урок мы с вами завершим. Мы с вами уже можем добавлять данные в нашу модель, в нашу таблицу. А в следующем уроке мы попробуем попрактиковаться над получением этих самых данных.